Всем привет, дорогие зрители. Вы на территории империи зла. И сейчас, в те недели, пока я путешествовал по России и Казахстану, пока Зенит раз за разом переламал неудачно складывающийся матч в свою пользу, пока, наконец, российские войска занимали Бахмут-Артёмовск, что Грозинский Ахмат показывает всем, всей стране, что он совсем не просто так обыграл Зенит в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года, что Грозинский Ахмат не просто так стал единственным клубом в этом сезоне, пока что единственным, который смог обыграть Зенит в Петербурге. Его уже все списали со счетов. После игры Ахмат ССК 1-3 все уже говорили, что этот клуб вообще не будет бороться ни за что, что это серединное болото, что турнирная мотивация у подопечных Сергея Ташуева не останется. Признаться, я и сам думал, что вряд ли. Вряд ли Ростов, и уж тем более, вряд ли Спартак даст Ахмату шансы. Но Ростов, тот, который должен был брать 6 очков в играх с Факелом и Сочи, не взял в итоге ни одного. И Ростов в этом туре будет играть с Краснодаром на выезде в Южном Дорве. И если он не побеждает, если он играет в ничью или проигрывает, то он находится после этого тура в зоне прямой достигаемости Ахмата. В 29-м туре им играть между собой. Если Ростов не выиграет у Краснодара, то Ахмат в случае победы в 29-м туре за Ростовом опережает его в турнирной таблице. И самое главное, Спартак. Если Спартак завтра проигрывает в дерби ЦСКА, если после этого он серяет очки либо с Нижним Новгородом, либо с крыльями Саэтов, то Ахмат по итогам 30-го тура, в случае победы над Ростовом в 29-м туре и над Краснодаром дома в 30-м туре, становится по итогам этого сезона, знаете каким? Третьим. Третьим становится Ахмат! Это, конечно, из-за разряда фантастики. Потому что Ростов и Краснодар это соперники очень серьезные. И Спартак, скорее всего, с ЦСКА какие-то очки зацепит. И потом Снежин Новгородом и Крыльями Саэтов вряд ли потеряет очки. Как же хочется, сука, верить. Как же хочется верить в сказку. В эту практически голливудскую, по своему сценарию, по своему сюжету сказку. В сказку, вернее, даже сказать, в эпос. В блинный самый настоящий эпос несгибаемых чеченцев. Которых уже, еще раз повторюсь, списали со счетов. Сказали, что они не будут бороться. А потом, хоп, хоп, хоп. Один шанс, второй шанс, третий шанс. И они выскакивают из-за спин. Как в биатлоне на финише. В разножке вытягивают ногу, как только могут. И на какие-то миллиметры. Опережают тех, кто весь сезон шел стык в стык друг с другом. В борьбе за бронзовую медаль. Для города Грозный этот сюжет был бы самым ярким вообще эпизодом в истории футбольного клуба Ахмад. И для города Грозный это был бы таким праздником, каким, честно сказать, не является даже для Зенита 10-е чемпионство. Грозный, я думаю, что отмечал бы очень долго и очень круто. И я от всей души и от всего сердца желаю городу Грозный и желаю болельщикам Ахмада, чтобы эта сказка сбылась. Потому что я приезжал в Грозный, я знаю, какие в Грозном живут люди. Добрые, сердечные, душевные. Сердца нараспашку. Я желаю вам, чтобы ваша мечта впервые в истории клуба пасть на пьед стал сбылась. Вот так, красиво, бодро, необычно и невероятно. И на самом деле это было бы очень поучительно, с точки зрения свиней. В ноябре 22-го года они хрюкли больше всех о том, что ура, Зенит проиграл дома в Санкт-Петербурге Ахмаду. Ура, Спартак на целое одно очко приблизился к Зениту. А сейчас, по прошествии стольких месяцев, по прошествии такого времени, после 30-го тура, если это случится, если Ахмад в чудесной, абсолютно финишной схватке возьмет и опередит свиней, этот матч будет смотреться совершенно с другого ракурса. И хрюшки еще будут рвать на себе последние волосы с досады, что Зенит проиграл Ахмаду. Потому что если бы Зенит даже сыграл в ничью для свиней, это означало бы, что они третий. По такому сезону это успех. И относительно завтрашнего дерби Спартак-ЦСКА. Если Спартак в этом дерби проиграет, за ЦСКА я рад не буду. ЦСКА для меня враги. Были враги, есть враги и будут враги. И победа ЦСКА сами по себе. Мне никакой радости, как болельщику Зенита не доставляют, скорее даже наоборот. Но в контексте Ахмада, если ЦСКА еще немножечко приблизит эту чеченскую сказку, этот чеченский эпос, к тому, чтобы он осуществился в реальности, и если еще и неуступчивые быки не позволят в Краснодаре обыграть себя Ростову, я буду очень счастлив. Мне это будет очень приятно. Потому что Ахмат, Чечню и Грозный. Я из всего юга России люблю больше всего. Если третьим станет Ахмат по такому сезону, по такому, опять же, голливудскому сценарию, для меня это будет даже круче, чем если третьим станет Ростов. Потому что Ростов, да, это хороший город. И против болельщиков Ростова я ничего не имею. Но Грозный, это однозначно южная столица моего сердца. Южная столица моей души. Поэтому бейтесь. Чеченские волки, бейтесь. Все в ваших силах и все в ваших руках. Вы три победы подряд разгромно одержали. Вы разнесли торпеда 5-1. Ты попробуй забей 5 торпедов сам. Вот этой говно-команде, которая заперлась в автобус. И весь матч стоит, как и стукан возле собственных ворот. Вы разгромили 3-0. Дно по кличке Динамо. На Днищинской арене. Вы дважды за этот сезон обыграли днарей. Вы просто красавцы. И вы сегодня выебали 3-0 с Саной Химки. Которым давно уже место в Пердье. Вот недавно журналисты говорили, что у Химы Кейси теоретически шансов продолжения боевых. Нет у них нахуй никаких шансов. Все. Ахмат их разорвал 3-0. Без шансов. И... Ты попробуй разнеси Химки. 3-0. Зенит, к слову, в своем матче. Дома. Только на самых последних секундах вырву победу. В гостях вообще сыграл ничего один-один. Это Зенит, который 5 лет подряд чемпион. Он сильнее всех объективно и по составу, и по... В принципе, по клубной составляющей, по статусу сильнее всех. Но Зенит с Химками мучился. Ахмат их вынес в очень легком непринуждаемом стиле 3-0. И вот эти 3 победы дают мне надежду на то, что последние 2 тура Ахмат против Ростова и против Краснодара доведет до побед. И наберет по итогам сезона 55 очков. И как же было бы круто, если бы эти 55 очков стали бронзовыми. Для Ахмата это было бы равно золоту. Или, по крайней мере, Кубку России 2004. Это был бы праздник на весь город. И я гулял бы вместе с Грозным всей душой и всем сердцем. Очень надеюсь и очень верю. Вперед, Ахмат! Ахмат, сила! Ты сможешь! Ахмат! Ахмат! Продолжение следует...